Шалом, друзья! Мессианская община Шавей Цион по-прежнему вопросы-ответы. Какие праздники праздновать, а какие нет? На самом деле мои мнения, честно говоря, последние годы немножко изменилось. Раньше я следовал жестко Левит, 23 глава, 7 праздников, которые объединены одним общим Шаббат, Песах, Мацот, Первые Плоды или Сферат Омер на иврите, исчисление снопов, Шавуот, Праздник Труп, Йом-Кипур и Суккот или Кущей. 7 праздников. Ну, понятно, в еврейской традиции у нас есть еще Ханука и Пурим, которые являются особенными днями, когда народ поклоняется Господу Богу. Вы знаете, я стал менее радикальным, более либеральным, но важно понимать суть. Я вижу, что для многих людей Крисмос или Рождество является неотъемлемой традицией. Мы понимаем, что еще не родился 25 или 26 декабря. Этого не могло быть по самым разным библейским стечениям обстоятельств. И по исчислению авиевой череды, и по пророчествам Танаха, и по пастухам с своими овцами в поле. То есть не могло быть это 25 декабря, но в народах этот праздник стал ассоциироваться с рождением Йешуа. Теперь, так это или не так, как я уже сказал, думаю, что не так, но люди полностью не знают традицию, что это день точного солнцестояния, когда самая длинная ночь сменяется, начиная с увеличивающимся днем. И это был праздник солнца или поклонение Богу солнца. И Sunday в английском или в латинском языке как раз и обозначает это поклонение солнцу. Следующий Monday – это Moon или Луна, день Луны. Вы знаете, эти вещи в сознании многих верующих в Йешуа, не евреев, стали как бы никакими событиями. И все просто сосредоточены. Это день Рождества, день, когда я могу дарить любовь и ободрение и радость моим ближним. Поэтому, если человек выбирает для себя и этот день праздновать, ну, Бавокаша, пожалуйста, празднуйте его. Когда празднуют Пасху вместо Песах, и Пасху называют Иштар или от слова Иштар, и это, по сути, богиня плодородия, некий культ, который возник во время строительства Вавилонской башни, связан непонятно с чем, с оргиями и с прочими вещами. Даже символы на столе, куличи, яички – это говорит о… понятно о чем. То я хочу сказать вам, если это Пасха Господня и празднуется день Воскресения Господня, нормально, тогда уберите вот этот момент, который оскверняет его. В общем, короче говоря, празднуйте то, что чувствуете праздновать. Я за то, чтобы праздновать библейские праздники. Остальные, если вы вкладываете в них смысл священных писаний и дарите людям любовь, милость, я бы уже, наверное, не был таким жестким радикалистом, каким он был раньше. И я прошу также всех вас, желаю всем вам, чтобы менее радикально смотрели на многие вещи, потому что Творец – он Бог милости. Одно место Писания говорит, что он милостью устраивает небеса. И еврейское толкование говорит, что когда дал суду или праведности торжествовать на земле, то перед его судом не устояла никакая, не то что плоть, ангелы не могли устоять. Писание говорит, что в ангелах своих усматривает недостатки. Милость превозносится над судом. Эти слова Иешуа, эти слова нашего Небесного Отца. И я думаю, что нам тоже нужно быть во многих вещах немножко мягче, допуская то, что Господь Бог производит свою работу в самых разных людях. Желаю вам здравствовать, праздновать праздники Господни и быть счастливыми от милости Божьей. Шалом вам! Субтитры создавал DimaTorzok